так ну вот в общем я приехал в югид аквариум это вот мой друган hello my USA friend new friend так ну в общем смотрите значит общий вид выглядит вот так это это общий вид это танки аквариумы с морской водой значит здесь немного какой-то мягкоты саркофетоны так здесь вот это самый любимый аквариум блин линзу я к сожалению взять не взял здесь вот эти вот они прям оранжевые но это гераза тут маленький чертик сети то есть здесь у них поставочка пришла немного получше вот это штукенция вообще обалденно я когда-нибудь ее сфоткаю с линзой приду вот и оцените к 3000 баксов ну вот и так не по соточки долларов такие цена или то есть и кардосовский это за самому по ценнички покажу вот так вот потом примерно идентифицируйте чего сколько стоит так для интереса это вот его поясня самое что дорогое это вот неплохие у филейки как у нас обычная индонезия приходит все как всегда так и собственно неплохо туман туры стоят здесь это вот пока я вам эти аквариумы показывают хорошие какие маленькие видовые вот тоже поясни хорошие шикардосовские как а то фильме как мои прямо вот это так у радио на везде висят вот они эти таблетки вот шикарный ленарделла тут сидит на них это вот то чего всегда на их видео мелочевка всякой зосы ничего подробного показывать я не буду нормальные обычные зонтусы как у многих баллов это вот типа грааля какая-то золотуха я имею ввиду филейки вот и с поясник еще один вон там чуть-чуть чего-то там вроде бы какой-то диснеев или что-то такое есть есть чуть-чуть прикольных интересных видов что-то там совсем полезное стоит пересвеченной или недокормленной цвета, собственно, вы видите примерно вот такой-то некорченок видно, да, вот он отбеленный вот сейчас вот смотрю в телефон, в телефоне просто чуть-чуть темнее цвета вживую просто светлее немного, то есть ничего особо так не выделяется прикольная птюга валяется, но это опять же, блин, под нормальным светом они вот эти красные у нас такое же приезжало с сотнями то есть я к тому, что примерно один и тот же набор везде вот вот эта крутая фавия, которую все просят ну, ну, я ее еле-еле заметил, если честно это никак не делают специалисты возле вид хуже ну, просто сама фавия переоценена очень это радики, видите, да, синяя то есть нормальный спектр, преобладание синего и ничего такого я тут прямо в этой фавии не заметил вот еще у них еще одна емкость вот, то есть, вот, как-то так вот пауэрбанки обычные, такие же, как у Деюнга какие-то тусклеи по мелочи это вот то, что они выращивают сами ну, сразу же говорю, что немножко потусклее все выглядит, забыл взять линзу в принципе, перехочется снять на все в принципе, хорошее не хуже, чем у нас у Дани, у Централ Рик ну, не лучше и не хуже примерно ну, наверное, чуть-чуть, наверное, по разнообразной чуть-чуть вот окон застрейки ну, света, конечно, синенького если им дать, они будут, конечно, повеселее смотреться тут у них больше такому полному спектру не мощно ну, то есть, светитель ну, вот так в принципе как я и говорил вам думал, что будет немного не оправдались по их ожиданию вот, бластамусы шикарные шикарнейшие бластамусы они на камеру посадили разные виды вот это шикарные реально круто смотрится вот это у них везде Реал Рифрок этот ну, вот ну, вот как-то так ну, тут еще один маленький видовой аквариум стоит ну, маленький литров 250, наверное, всего лишь ну, хорошее заповел хилей вот они пудрявые ну, почему-то, блин это драгонсолы насколько я понимаю вот тут еще немного у них тут тоже запрятано в закромах так сказать ну, тут ничего такого фантастического джебра, кстати, желтая а? а? это что такое за убогий какой-то пеный а вот он один один здесь есть несколько таких неплохих видов как я понял это дикари да сто процентов это дикари вот они попилились здесь оккультуривают видно, да? я так сам смотрю блин может быть не все попадает в кадр я стараюсь зебра тоже у них зебра, кстати, сейчас стоит здесь маленькая по-моему около двухсот долларов что-то такое в цене или даже двести пятьдесят это я не у них спрашивал в аквариум сити но я думаю цена такая вот голдуха вот она блин, конечно через линзы надо снимать ну и вот собственно и все ну, как везде вот видите рабочая обстановка финики у них тут мертвые ничего это особо не работает что-то тут булька и какие-то булькулятор ну видите, да? на что похож пить это просто вода то есть Саня Логинов как я и говорил в принципе рули да вот вам керачат вот через мешок керачат одним мешок потоком дегазаторов получился у них ну, не то что они его специально сделали но это реально дегазация они это знают то есть фильтр это значит он не нужен он просто хреначи-то дегазируется вон здесь тоже мешки и вон там тоже такой же мертвый выключенный вообще пенит там он работает он не пенит не пирает то есть одна вода нет воздуха вообще а здесь вообще отключен ну вот такие стойки в принципе металлические ну вот это вот вот так вот с этого угла примерно выглядит их ферма ну я говорю так нормально для работы сгодится вот вот отсадники с рыбой компактненькая здесь размером наверное как три моей квартиры всего лишь здесь помещаются здесь на небольшой площади здесь вот родители их по мелочи хочу хирургов нормальных по-моему нашел вот здесь происходит процесс кормления они работают с 12 до 4 часов дня то есть не перерабатывают особо ребята неправильно молодцы хирургов очень хорош носорог в мире все вот так вот ассортимент по химии сами видите да как я и рассказывал в прошлый раз это все в райку вот то есть местные бренды это вот сухари Реал Ифрок такие крашеные есть не крашеные продают они только сухие то есть ни хрена тут особо выбора такого нет в основном акцент идет на кораллы мешки какие-то такое соль процишечная тоже ту литл фиш часть представлен празиквантела кстати полно у нас хрен найдешь мы только отсюда заказывали ну и вот процишная тоже немного химозы холодосы с этими про е допустим как это переводится так это понятно да быстро вот и в принципе вот чуть-чуть атишки салиферты ну наверное такой в принципе полемен разобраться если то и все и есть еще надо пеников нет это не профи то есть оборудование тут особо ни хрена ну и вот закончим опять на красивые картинки всем пока поможете так да это во то есть